Приветствую, друзья, на библейском портале «Экзегет» ответы на ваши вопросы. Какая из страстей самая пагубная, на какую прежде всего обращать внимание? Тут наш лучший друг и путеводитель по этим стремнинам страстей человеческих будет Феофан Затворник, святитель, который говорит «Для тебя самая опасная страсть, та, в которой ты менее всего раскаиваешься, которая является для тебя преимущественной, та, которой ты по большей степени увлечен». Мало того, по сравнению с борьбой с этой главенствующей страстью, борьба с остальными может быть не только малоплодная, но и привести к противоположным результатам. Если ты, не желая определить свою ведущую страсть, те второстепенные, для тебя неактуальные, где ты теснишь, исполняясь при этом какого-то чувства собственного значения в связи с теми малыми победами на этих незначительных военных направлениях, а проигрываешь в чем-то фундаментально главном, то ты оказываешься пораженным и, может быть, уже так, что не сможешь и подняться. Поэтому самое главное, считается Феофан, много его проповедей, наставлений, как раз особенно накануне Великого Поста. Он настраивает своих духовных чад, своих читателей по преимуществу побороться против той страсти, которую в себе замечает как главенствующую. Для кого-то это всякая гордость, обидчивость, надмение, неумение мирствовать с людьми по причине превозношения над ними, скорая раздражительность. Такие люди, конечно же, бывают в тягость сами себе, а другим особенно. И вот для них обуздание собственной раздражительности, гневливых и колких слов, обидчивости и состояния, как говорит Феофан Затворник, чири и недотроги, и ветерком пролетающим он бывает задеваемый и приносит какие-то неудобства своему носителю. Так и человек с этой уязвленной тщеславием душой постоянно находит повод для обид, всех подозревает в недостаточной к себе уважительности, ценит себя бесконечно больше, чем ценят его окружающие, и из-за этого пребывает в непрестанном страдании от этого мнимого унижения, которому вовсе не ближние его подвергают, а он сам себя, поставляя себя над ними. Тяжкое помрачение, опасное состояние. Если во время этого нездорового процесса, да еще развития в нем, человек по преимуществу займется каким-нибудь строжайшим постом, ограничивая себя и в необходимом в пище, или будет стремиться к непрестанной молитве, произнося по пятьсот, тысячу молитв в день, а в своей неприязни к ближним будет продолжать преуспевать и не родить об этом, то и окажется эта страсть для него вполне погибельной, и путь к прелести, к окончательному помрачению души очень близок. Бывают страсти, связанные с земным собственничеством, и человек, не замечая, как он изменился, как некогда Плюшкин после своих счастливых юношеских лет, когда еще с некими и поныне живыми людьми однокорытниками были, дошел до такого жалкого состояния, о котором говорит Николай Васильевич Гоголь, если бы молодой человек увидел свое, как в некотором волшебном зеркале, отражение того, во что он превратится в старости, то с ужасом отшатнулся бы от него, ибо страшна маячащая впереди старость, и ничего она не возвращает из потерянных по пути жизни добродетелей, поэтому берегите свои добрые расположения души, не воротите потом, предупреждает Николай Васильевич. Так вот, не углядевший, как увлекся сребролюбием Плюшкин или скупой рыцарь у Александра Сергеевича Пушкина в «Маленьких трагедиях», или наш современный обыватель, который все пересчитывает на денежный эквивалент, который на всякого человека поглядывает в связи с тем, послужит он к его прибытку или к ущербу материальному, который всякое дело свое исключительно подъемлет не ради служения, не ради блага или добра, приумножаемого в мире и направленного на ближних, а в связи только со своей корыстью, таковые находятся в тяжком ауте и носят в себе преддверие ада, страдая от этой страсти, хищничество, собственничество, мшелоимство, собака на сене ни себе и ни людям, всякого стяжания, сребролюбия, привязанности к материальным благам и жизни ради них. А сребролюбие, говорит апостол Павел, есть идолослужитель, то есть язычник, то есть бесопоклонник. И если человек жадный, кажется, преуспевает в других добродетелях, борется со страстями иными, то, к сожалению, не к благу, но к совершенному ослеплению и погружению в это золотое болото, как некогда в мультфильме про антилопу, кажется, у которой из-под копытца вылетали золотые монеты, погружаясь в это болото золота, превращающегося в черепки, будет человек хрипеть что-то про свое величие и значение свое в связи с приобретаемым богатством. Ну, наконец, плотские страсти, которые, если допущены до сердца человека, или воцарились в нем, делает из человека раба своего, для которого уже и самые его приобретения духовные или церковные тоже оказываются не в коня корм, поскольку эта предательская чувственность, эта готовность всегда разменяться на плотские сласти делает жизнь совершенно трухлявой, за внешней оболочкой исправности живет полная гниль тлетворного духа блуда, и это для человека становится и ведущей силой по его жизни, содержанием его помыслов, его мечтательности, его снов, его устремлений наяву, и если человек не вооружится всеми силами против этого главенствующего греха, своей доминирующей страсти, постом и молитвой, трудами церковными, служением ближним и разными известными нам от святых отцов способами преодоления греховных наших навыков, то великой печалью может быть сопровождаем исход из его временной жизни, падение всего дома, построенного на песке, может быть великое. Таким образом, дом на песке — это упускание из виду своей главенствующей страсти, именно она является для тебя губительной, определи ее и борись теми благодатными Богом дарованными средствами, которыми снабжает тебя церковь, да будешь победителем, да облечешься в венцы вечной жизни. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.